Ну и, наверное, самое первое, что надо знать о Турции. Если вы видите пешеходный переход, это не место, где можно безопасно перейти дорогу. Всем добрый день! Ну или, возможно, какое-то другое время суток. Случайно судьба меня закинула в Турцию, конкретно это сейчас вот подо мной город Конаклы, и сучило в ноги моноколесо. Ну и удержаться и не сделать очередной выпуск я просто не могу. Я проеду через всю Аланию и доеду до речки Дим. И немного, даже если у меня хватит заряда, ну точнее его точно не хватит, но об этом чуть позже, поднимусь на эту гору, насколько мне позволит заряд аккумулятора. Вроде бы по предисловию все. Поехали! Как всегда, я буду стараться говорить только о дорожном покрытии, говорить о том, насколько данный город удобен, предназначен для езды на моноколесе, для движения электротранспорта. И да, я постараюсь как можно подальше отойти от какого-нибудь вонючего тревел-блога. Ну и для начала прокачусь по самому городу Коноклы. Просто в режиме, куда глаза глядят. Как видите, покрытие здесь в основном плиточное. Причем, в отличие от российской плитки, наверное, скорее, в общем-то, может быть, и от погодных условий. Плитка здесь лежит до сих пор ровно. Никуда не гуляет, не ходит, не разваливается. Поэтому ездить по ней, в принципе, удобно. Подо мной сейчас Inmotion V8. И, конечно же, очевидно, что для предполагаемого пробега, это, ну, может быть, порядка 40 километров, заряда данного моноколеса, скорее всего, будет недостаточно. Ну, собственно, я и такому моноколесу рад. Я вообще очень рад, что мне повезло кататься по Турции на моноколесе. Это реально прикольно. А на этом я готов распрощаться с центральной частью города Коноклы и отправиться в прибрежную, я бы сказал, такую приотельную зону. Для этого мне предстоит перейти как-то через вот это шоссе. Здесь, что примечательно, прямо посередине установлен бордюр. То есть просто так здесь переехать, перебежать, нарушив правила дорожного движения, не получится. Буду искать сейчас переходы и буду смотреть, насколько здесь этот процесс удобен. И, кстати, данное моноколесо уже появлялось в моих роликах. Если вдруг кто догадается, в каком именно, ну, будет прикольно. Ну, ничего себе, какой прикольный переходик. Сразу здесь стоит оповещение, что на мотоциклах и на мопедиках всяких здесь ездить нельзя, а для моноколеса таких запретов нет. Так что я поднимаюсь, но мне кажется, было бы слишком просто воспользоваться им. Давайте попробуем отказаться от этого перехода. Я разворочусь обратно и еду обратно. И попробую поехать дальше вдоль шоссе до следующего перехода. Посмотрим, так ли это удобно. И посмотрим, на каком расстоянии друг от друга находятся вот эти вот всякие надземные переходики. Заезды на бордюры здесь практически везде имеются. То есть найти какой-нибудь поребрик без понижающего уровня, золотая, честно говоря, нетривиальная. В общем, я проехал уже более километра, никакого перехода до сих пор нет. Причем в свое желание, если вы хотите здесь перебраться на другую часть, у вас это никак не получится. Я еду дальше. Спереди, как видно, тоже никакого перехода не предвидится. Блин, как здесь быть местным жителем, если вы хотите просто перейти дорогу, но придется километр прогуляться пешком, такие дела. А при этом ведь я еду от центральной части, и вот здесь находится пляжная часть, ну вот отельная часть, вот она находится как раз с другой стороны. Соответственно, либо вы переходите там прям вот сразу же, либо если вы живете здесь, страдаете как хотите. И еду дальше. Ну и вот, спустя полтора километра я вижу первый пешеходный переход. То есть людям, кто живет посередине, приходится, например, перейти на другую сторону, гулять минимум 750 метров до пешеходного перехода, и потом, скорее всего, еще придется пройти туда, куда вы шли. Здесь имеется светофор, что прекрасно, он даже зеленый горит, но я что-то решил заупрямиться и пойду посмотрю, насколько близко следующий пешеходный переход, благо мне еще пока не горит перебраться на ту сторону. В общем, еду пока вперед. Так, и вот это, что это? Что это, боже мой? Вот буквально 50 метров. Я проехал 50 метров, и вот подземный переход. Ну, довольно неплохо замаскированный, потому что здесь его как-то не особо видно на самом деле. Вот, но в этот раз я все-таки, скорее всего, им воспользуюсь. Вот даже есть, заметьте, есть съезды для моноколес. Но здесь я по ним спускаться не рискну, просто по той простой причине, что сделаны они из мрамора, и можно неплохо подскользнуться. А как вы заметили, хоть моноколесом не додыбить получилось, но с экипировкой, к сожалению, дела намного хуже. С другой стороны также имеется пандус, прикольно. Прикольно, и да, колесо по нему скользит. Ну, вообще, очень здорово, что он есть, причем даже какой-то оформленный. Ну, и вот мы на другой стороне сразу приехали к какому-то парку. Сейчас самая середина ноября. Фактически уже не туристический сезон. Температура где-то 20, наверное, 3 градуса. То есть для меня это вообще абсолютно комфорт, и моя самая любимая температура. 22-23 градуса. Прям легкий-легкий ветерок. Широкие ровные дороги. Ни людей, ни машин. Теплая погода. Блин, я вообще обожаю быть где-нибудь за границей, в теплых странах. Именно в это время, когда в России погода уже испортилась. А здесь еще тепло и кайфово. Народ купается, но на моноколесе кататься мне нравится, честно говоря, намного больше. Знаете, у меня есть некоторая особенность. Как только я вижу горы, мне сразу надо туда. И никакой Emotion V8 с его слабеньким мотором, аккумулятором меня не остановит. Так что попробуем перебраться как-то вот так наискось в сторону Алании. Посмотрим, что из этого получится. Погнали! Ну что же, тачат родимый. Горка достаточно крутая. Понимаю, что на видео этого совсем не видно. Я стараюсь ехать не сильно напрягая моноколесо, потому что продавить его сейчас очень не хочется. У меня ни веревки, ничего нет. Оооо! Вот он и говорит, что он перегрелся. Заряд аккумулятора у нас еще в норме. Кстати, три деления всего уже. То есть надо реально уже поторапливаться в сторону Алании. Но моноколесо перегрелось. Не знаю, как объяснить. Гора. Ну, здесь явно плохо видно на видео всегда. Никакое видео никогда никакие горы не передает. Она реально достаточно крутая. А перегрелся он достаточно быстро, потому что солнце яркое. Он и так был достаточно горячий. А тут еще вот в такую гору тащить пузатого дядьку. Поэтому не так легко справился с этой задачей. Точнее, почти справился. Доехал почти до верха. Но после этого сдался. Прикольный, кстати, здесь райончик. А вот про дорожное покрытие особо рассказывать нечего. Ну, плитка и плитка. Она везде одинаковая фактически. Ну, вот я, собственно, и на вершине этой горы. И где-то вот там внизу вот то место, с которым я смотрел на эту гору когда-то. И хотел на нее попасть здесь хвойный лес. Все дела. А подъем оказался достаточно простым, быстрым. Везде плитка, везде достаточно все ровно. Для моноколеса удобно. Ну, собственно, если бы это были какие-то горные тропинки, наверное, может, в V8 было бы без вариантов. Но здесь все обустроено. Ну, что же, двигаюсь в сторону Алании. Сейчас мне предстоит порядка, наверное, 8 километров. Да, дороже меньше. Вдоль моря. Вот становится шумно, потому что здесь трасса. К сожалению, я не знаю, есть ли другая дорога. Кроме этой, я нашел такую. Значит, будут двигаться здесь. Такие лежачие полицейские. Ну, то есть на машине они свою функцию выполняют. А вот для моноколеса особой помехи не несут. Это прям реально прикольно. Ну, вот я наконец-то и выехал обратно к морю. На какой-то давно забытый всеми тротуарчик. Я не знаю, как прокомментировать. Полицейская машина с камерами и с привязанными к ней с водным скутером. Если кто-то понимает, что здесь происходит, объясните, пожалуйста. Что касается этого тротуара, как видите, периодически встречаются вот такие вот заваленные технические углубления, которые, честно говоря, вообще не представляли никакого препятствия для, я не знаю, 18-дюймового колеса с 3-дюймовой покрышкой. Но, черт подери, ехать на InMotion V8 по таким совсем не комфортно. Довольно узенький проезд, особенно с учетом того, что здесь могут и велосипедисты там с детьми ехать. Я имею в виду на сидении. Иногда есть патеристы встречаются. Ну, проехать можно, проблем нет. Ну, если встретится два таких, будет не так комфортно. Но вы же чувствуете, как он страдает? Я не знаю, что они делают на тротуаре. Собственно, здесь есть машины, которые стараются вроде держаться на проезжей части. Есть скутеры, которые вообще не имеют никаких правил. Для них нет ни одностороннего движения, они вообще живут своей жизнью. Есть пешеходы. Пешеходы – это такие создания, которым надо, похоже, выжить. То есть твоя задача – прожить день и выжить. Справляются, на самом деле, неплохо. В принципе, здесь скорости маленькие. Но иногда начинают казаться, что тебя здесь и хотят убить. Но об этом еще поговорим позже. Двигаюсь в Аладь. Турция – это страна, в которой удобство превыше безопасности. Ну, вот, скажем, вот съезд. Вот он выходит, ну, собственно, прямо на проезжую часть. Никакого здесь пешеходного перехода. Вообще ничего нет. Ну, то есть тебе удобно сойти на дорогу, но дальше где идти, где переходить – оно как бы не особо понятно. Соответственно, все ходят по дорогам, вот как я сейчас проехал. По-другому ничего не придумаешь. Вот здесь я просто обожаю, когда параллельно с основным тротуаром идет какая-нибудь такая вот обходная дорожка. Такая променадная, прогуливательная, если хотите. По которой основной тротуар можно объехать. Конечно, я все время, если на Монголесе, то обязательно стараюсь. Такими возможностями, подобными объездными путями пользоваться. Ну и все, что, я приехал наконец-то в саму Аланию. Вот смотрите, какая интересная фиговина едет, трехколесная. Такие периодически встречаются. Не знаю, насколько это удобно. Но она едет и нормально, что. Прежде чем я вернусь на эту набережную, посмотрим, что здесь с пешеходным переходом. Машина едет, сплошной поток, есть пешеходный переход, есть светофор. Прекрасно. Прекрасно. Нам хочется попасть немножко вот туда, забраться на ту гору. Поэтому, что я должен сделать? Я переезжаю сюда. Здесь не очень понятно, да? То есть, вот как бы откуда и куда ведет вот этот пешеходный переход. Но еще более интересно и непонятно вот там. Ну, то есть, когда я перейду, Я либо должен просто пойти нарвать цветочки, кстати, видите, вот это. Я стою фактически на дороге, да, мне даже стать, собственно, негде. Стою на проезжей части, жду светофора. Но мне кажется, это довольно странно. Нравится то, что они не любят ступеньки. Но вот смотрите, вот здесь, конечно, вот чисто по российским понятиям, простите, здесь прямо напрашивают ступеньки. Но они сделали нормальный, удобный спуск. Удобно всем, велосипедистам, мамочкам с колясками. Да всем удобно. Вот. И это, конечно же, здорово. Ну, и, пожалуй, самое первое, что надо знать о Турции. Если вдруг вы видите пешеходный переход, то это вовсе не место, где вы можете безопасно перейти дорогу. Это рекомендуемое место, где вы, ну, трусливые, опасаясь машин, должны перебежать так, чтобы им не помешать. Ну, то есть, никто никогда, вот я стою, никто никогда не остановится, не пропустит, они едут. То есть, машины у них на дороге всегда главные. Дорога для машин. Пешеходы здесь, ну, такие нежданные гости. Я выехал на набережную. Можно здесь немного понаслаждаться происходящим. Великолепие Малани. А я двигаюсь в сторону центра. И сейчас буду думать, как же мне. Вон, видите, ну, как бы. Здесь даже знаки стоят, что, типа, ребята, ну, нельзя здесь мопедом ездить. Но, как видите, абсолютно не работают мопеды. Как катались, так и катаются. Меня, кстати, сюда прикололи вот эти лавочки. Интересно, это какое-то дизайнерское решение? Или все-таки последствия коронавирусной пандемии? Сейчас у меня уже два деления. И, конечно, не то, что там подняться немного вдоль реки Дим. Я даже доехать до нее вряд ли уже осилю. Так что отправляемся искать зарядку. Как вы знаете, есть два способа зарядить моноколесо. Хотя, может быть, вы знаете и третий. Если что, пишите в комментариях. Первый. Это универсальный зарядиться от розетки. Так делают все. Ну и второе. Это забраться на какую-то гору с помощью третьего вида транспорта. Или пешком, кто желает. И съезжать с горы. И с помощью рекуперации заряжать моноколесо. И сейчас для начала я попробую воспользоваться вторым способом. Поэтому я сейчас сяду на фуникулер. Заберусь на эту гору. И буду спускаться с нее, проверяя, насколько же зарядится мое моноколесо. И будем делать вывод. Стоит такой вид зарядки потраченного времени? Или все-таки легче идти искать розетку? По старинке. Кстати, вы когда-нибудь задумывались, да? Типа, что делать? И вообще, как бы, если вдруг моноколесо начинает разгораться в фуникулере? Ну, то есть, пробить вот эти вот стенки, окна, это вообще не вариант. Что вы будете делать? Напишите в комментарии. Ну, то есть, мне на всякий случай страшно. Я вот так поглядываю на эти форочки, думаю, может, ее там как-то выбить там. Или вытолкнуть через нее. Но, честно говоря, верится, что у меня это получится с некоторым трудом. Хотя, в такой ситуации энтузиазм может быть любой. Итак, мы поднимаемся на гору вот эту, замком. Придется там немножко погулять по лестницам для того, чтобы добраться до автомобильного спуска. И посмотрим, насколько процентов... Ну, проценты, как бы, вещь довольно условная, вы сами понимаете. В общем, насколько, скажем так, вольт зарядится моноколесо при спуске от самой верхней точки до самой нижней. А пока лишь можем полюбоваться видами. Здесь действительно красиво. Видны пляжи. В другую сторону вид на Аланию. Ну, и, конечно же, с этой стороны море. Вот там есть прикольные бухты, пещеры. Если вы приезжали в Аланию и не побывали там, обязательно посетите. Ну, и, как вы видите, несмотря на середину ноября, народу на пляжах полно. Народ купается. Вода действительно теплая. На мой взгляд, октябрь, ноябрь – это чуть ли не самые лучшие месяцы для того, чтобы продлить себе лето. Турецкие домики. Чтобы подняться сюда, им приходится преодолевать каждый раз вот эти приличные горки. Пешком это делать, ну, не то, что нереально, но несколько сложно. Поэтому, фактически, у всех здесь, как правило, есть транспорт. Хоть какой-то там скутер или еще что-то. Но вот я по себе скажу, что на моноколесе это делать очень-очень удобно. И все время меня мучает вопрос. Вот люди, которые здесь живут, почему они не используют моноколеса? На самом деле, если брать Аланию, насколько я знаю, здесь чуть ли ни у кого нет моноколеса. То есть, есть просто единичные либо туристы, либо, ну, может быть, один человек ездит на всю Аланию. Для меня это очень странно. Если бы я приехал сюда и купил здесь квартиру, первое бы, что я приобрел, было бы моноколесо. И вот здесь впереди нас ждет лестница. Тот самый момент, тот самый, наверное, единственный момент, когда я просто иду и радуюсь, что подо мной сейчас не какой-нибудь там ветеран Шерман, а даже не Кинсон 18L, а InMotion V8. Блин, мне кажется, я единственный, кто сообразил переться с моноколесом сюда. Но что не сделаешь ради эксперимента. Ну вот и последний пролет. Я пошел. И под последним пролетом, как оказалось, я имел в виду серию пролетов. В общем, если окажешься в такой ситуации, и температура будет не 25, а все 30+, не повторяйте. Поднялся я таки наверх. Что я могу сказать? Конечно, здесь, ну, вот эта вот брусчатка, по которой на моноколесе ездить, как бы и неудобно, и, честно говоря, не хочется. Здесь куда комфортнее просто гулять и просто наслаждаться видами. Поэтому сейчас я чуть-чуть прогуляюсь и начну свой спуск вниз. Посмотрим, чем же это закончится. Опять брусчатка. Вот. Это тот самый момент, когда ты сначала грузишься и такой, типа, вот, мог бы подкачать колесо, проехал бы дальше. А сейчас, когда выезжаешь на брусчатку, такой, о, как хорошо, что я не подкачал колесо. Сейчас бы пришлось его немного подспускать, потому что такой зубодробилки порядка, наверное, километра пути. Ну, и, в общем, по моноколесу. Сейчас UCW показывает 72,2 вольта, 32%. Родное приложение показывает 36%. Поехал вниз, замеряю километраж, сколько я проеду, сравним итоги показаний, выясним, стоит ли пытаться вообще с горы зарядить моноколесо. Ну, я уже и сразу понял, что по такой брусчатке я вряд ли что-то заряжу. Скорее всего, с чем выехал, с тем и приеду. К счастью, нужда ехать по брусчатке. Делось недолго, вскоре выдали вот этот вот бревенчатый тротуарчик, который так гремит. Справа можно полюбоваться. В портовой части Алани, здесь порт, здесь вся ночная жизнь, среда точно. А мы поедем как раз вдоль всего вот этого побережья, туда вдаль, 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 вдаль. И вот, скорее всего, вот туда, вот за те горы. В реке едим. Вскоре закончилась брусчатка. Закончились деревянные настилы. Оставили лишь возможность ехать и любоваться увиденным. Ну, у нас что есть, то и используем. Я уже почти спустился. Сейчас будем смотреть результаты. Ну вот, весь спуск занял примерно порядка 15 минут. UC World показывает 39%, 73 вольта. Ну и родное приложение показывает, по-моему, 41%, если не ошибаюсь. Ну, в общем, не суть. И да, типа за 15 минут. То есть, по большому счету, да, это была вот гора, наверное, где-то вот таких размеров. То есть, ну, 15 минут пути. Смысла заезжать фактически нету. То есть, лобный КПД пожирает все электричество. Вот. Но, тем не менее, немного колесо зарядилось. Легче мне от этого не стало. Я это выкатываю, наверное, метров за 500. Поэтому вот такие результаты. С этого момента начинаю двигаться дальше. Сейчас буду искать старинный способ зарядки. Буду искать кафешку. Буду спрашивать, где можно зарядить модно-колесо. Кто позволит. Ну, я думаю, что не откажут. Вот. И буду двигаться к реке Дим. Сам я нисколько, можно сказать, не устал. Хотя в дороге я уже почти 3 часа. Почти 3 часа. Даже с остановками. С тем, что мне надо остановиться. Снять какой-то материал. Сколько-то я проехал на фуникулёре. Все равно порядка 3 часов. Ладно, еду дальше. С зарядкой в Турции проблем нет. Ни в одном кафе мне не отказывали. Но из вежливости, конечно же, стоит что-то прикупить. И, кстати, в этом году в Турции появились электросамокаты. На самом деле идея абсолютно логичная для данного города. Здесь 360 солнечных дней в году. Погода позволяет. Туристов полно. И очень-очень странно, что их не было до сих пор. Ну, и здесь по всей восточной части Алании пустили велодорожку. Народ катается, ну, прям прилично. Несмотря на то, что сейчас, конечно, не совсем туристический сезон. Ну, и, как я уже говорил, моя основная задача, конечно, не просто покататься по набережным. А именно проехать по Алании с целью посмотреть, насколько же она пригодна для электротранспорта. Поэтому сворачиваю с набережной куда-то в город и попробуем проехать не по туристической зоне, а больше по произвольным дорожкам. Ох, хорошо, когда есть светофоры. Я уже минуты-две, наверное, стою и жду, пока светофор позеленеет. Вон там пара уходит. Они тоже стояли напротив меня, стояли-стояли. Не дождались и шли. Действительно, прям долгий светофор. Причем на нем красный человечек, он мигающий. Что означает мигание, не знаю, кто знает. Напишите. Короче, я подождал еще одну минуту. Но, блин, я проверил. Может, думаю, на стопоре где-то какие-то кнопки есть. Но нету здесь ничего. Вот. А светофор по-прежнему горит красным. Так что я воспринимаю, что красный мигающий значит перебегать на свой страх и риск. Чем я, собственно, сейчас и занялся. Благо, машин какое-то время не было. Но вообще я удивлен. Надо узнать, что это за феномен такой. И что это означает. Ладно, поехали в город. Дороги у них, как правило, не бывают особо ровными. Вот этот кусочек вообще напоминает российский. Но в целом, назвать их неровными или строить какие-то ямы, выбоины, тоже трудно. То есть они какие-то есть в нормальном качестве. Но этого хватает, да и ладно. Съезды и заезды есть практически везде. Вот прям найти здесь какие-то исключения, когда нет заезда и есть бордюр. Но это прям задача такая очень нетривиальная. И нетрудно заметить, что было так не всегда. То есть вот здесь прям видно, что сделан добавлен повышающий уровень. К всему надо сказать, что на улице грязно. Убираться они не особо любят. Ну, как бы им это просто такое ощущение, что не надо. Или все равно. Парковать машины на тротуаре вообще, в принципе, для них, по-моему, является абсолютной нормой. Но здесь шиномонтаж, но вот припаркованная машина. Скутеры вообще себя спокойно на тротуаре чувствуют. Но об этом я уже говорил. Ну и что еще хотел бы сказать. Вот есть автострада. Хайвей, не знаю, как это. Как назвать эту дорогу. На которой, в принципе, вот правила движения, там, не знаю, стереотип поведения приближен к европейскому. Ну, как только вот съезжаешь, по крайней мере, в Аланье, с этой автострады, то там больше такие, скажем, деревенские правила работают. Где люди ходят по тротуарам, люди ходят по дорогам. Там машины ездят, но преимущественно по дорогам, но могут заехать на тротуар. Скутеристы едут весь день, вообще на все наплевать. Вот такая вот некоторая дорожная анархия. Часть тротуаров очень старая. Ну, смотрите, вот он вроде как бы есть, да, но идти по нему прям, ну, прям совсем не хочется. И уж что говорить там, вот, например, если вдруг, например, ты с коляской, да, как вот по такому тротуарчику можно, например, проехать. На Монколесе тоже на него как бы залазить вообще не хочется. Так что получается, что проще выехать, вот как я сейчас, на дорогу, да, но здесь вообще тротуара нет ни справа, ни слева, и просто ехать по дороге. Короче, практически бесцельно покружив по городу, и я пришел к выведу, что мне уже пора двигаться в конечную точку, что время у меня на исходе. Так что я выехал обратно на набережную. Вот здесь какая-то речушка выходит даже. Сейчас переберусь на променадную сторону и буду двигаться к реке Дим. Ну и вот, кстати, оцените, да, довольно оживленная трасса. Вот пешеходный переход. Надо понимать, что здесь тебя вообще никто не пропустит. Вот можно сколько угодно снимать, там выходить, махать, топать. Да, вот я сейчас вышел на дорогу. Не пропустят. То есть здесь единственный вариант перейти через дорогу, это просто ждать, пока не будет машин, да. А если ты уже старая бабушка, то, я не знаю, закрывать глаза и просто бежать на удачу. Ну как, как тут иначе приспособиться? Так что ждем небольшого вот какого-то промежуточка. Или, может быть, ждем, пока наберется большая толпа и ломанется. В общем, пока стою, жду, чтобы просто перейти дорогу. Вот в этом вся Турция, в этом вся Аланья-то уж точно. Жаль, я не заснял. Слушайте, блин, это самый-самый экстремальный мой переход через дорогу был за всю жизнь. Ну я стоял-стоял, стоял-стоял, думаю, ну вот вроде и есть место между машинами. Но, блин, они даже не притормозили. То есть они как ехали так, ох, типа не уклонился, сам виноват. Ладно, все, еду уже прямо сейчас напрямую к реке Дим. Поднимемся немного в гору, по крайней мере, сколько у меня хватит заряда. И там будет конец путешествия. Сейчас будет немножечко еще, наверное, красивых видов с пляжа. Здесь про дорожное покрытие рассказывать, ну просто нечего. Классная ровная велодорожка. Не то, что у нас, блин, в нижнем по... Ну, посмотрите, да? Ну, то есть ему было просто напрямую, он просто вот прямо передо мной выехал и поехал. Вот. Но, правда, я увидел, что я как бы на моноколесе. Здесь моноколес нет, они еще пока немножко так побаиваются их сами. То есть я единственное, наверное, создание, блин, здесь, которое может напугать его на велодорожке автомобилиста. Ну вот, собственно, и все, велодорожка закончилась. И заодно я фактически подъехал к реке Дим, которая оказалась почему-то немного ближе, чем я ожидал. Прикольно. Есть подземный переход. Ха-ха, воспользуюсь, конечно же. Переход без пандуса, но, честно говоря, это вообще нисколько меня не расстраивает. В том плане, что я уже видел и попадал в моменте, как вы помните, в начале ролика, когда вообще не было никакого перехода, около, там, полтора километра, что ли. Вот. Поэтому даже неплохо разомну ноги. И еще раз порадуюсь, что я с Emotion V8, а не с каким-нибудь более тяжелым колесом. И вот она, та самая река Дим. Но мой маршрут на этом не закончен. Мне еще предстоит проехать несколько километров горы. Ну, на самом деле, могу даже сказать, сколько. Столько, сколько хватит заряда. Я сейчас буду ехать наверх. О, прикольно. Вот здесь моноколесо с расправленными педалями не пролазит. Но Эдуард меня научил делать вот так. Ух, нифига себе. Вот не зря стояло ограждение. Блин, здесь прям очень красивая набережная вдоль реки Дим Пущино. Хотя сама река Дим, ну, такая какая-то речушка. Но я так понимаю, что это горная река. Поэтому, если получится заехать чуть повыше, еще предстоит немножечко получить красоты в эту камеру. И вот прямо сейчас у меня огромный-огромный соблат. Классно перейти в режим тревел-блогера. Так вот, что прикольного на речке Дим? Это горная река, которую они переборудовали вот под такой chill, relax и action-зону. То есть вот эта вот такая прыгалка, как трамплинчик прыгательный, как его назвать. Ха-ха-ха, забыл. А вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, абсолютно-абсолютно шикарный классный ресторан. Ну, тут даже у них тут барбекюшница, ну, типа, гриле. Ай, вид шикарный. Все, и вот я сейчас гадаю, где же мне сесть, чтобы подвести какие-то итоги по Алании, по тому, насколько город Алании приспособлен для движения электротранспорта. Хотя, надо признать, мне все равно в очередной раз получился какой-то наполовину тревел-блог. Ай, excuse me, а can we put it to charge? Is it possible? О'кей. Ну, вот я наконец-то уселся. А если не совсем очевидно где, то где-то посереди реки Дим. Напомню, это горная река, вот здесь у меня прямо подо мной водичка, водичка холодная. Вот там есть очень странные столы и стульчики для тех, кто может хочет покачаться в гмаках. Ну, на самом деле, сейчас в ноябре это может быть смешно, несмотря на то, что температура плюс 25. Но летом, когда плюс 30, да тут еще нагуляешься, налазишься по горам, по всем. Здесь посидеть действительно прикольное место, очень-очень офигенное. Прям, ну, вот просто, просто от всей души, так сказать, советую. Если будете летом где-то в Алании и не были здесь, приезжайте, посидите, не знаю, попить чайку или что-нибудь холодненького, или что-нибудь для настроения, кто знает. Очень рекомендую. Теперь, значит, по итогу, по Турции, по тому, насколько же, скажем, город Алании предназначен для электротранспорта. Вот, вы знаете, мое такое ощущение по итогу, да, что, несмотря на то, что вот все тротуары, они какие-то достаточно старые, то есть новых почти нету. Плитка выложена очень давно. Но, тем не менее, город изначально уже либо проектировался как город для колесного транспорта, да, но, видимо, тут и езда на скутерах во многом сказалась, потому что у них все-таки много скутеров, и велосипедов у них все-таки много. Самокаты вообще только появились. То есть год назад я даже не видел практически самокатов, то есть ориентованных не было, а частных просто единиц, моноколес у них вообще как-то не было, так, собственно, сейчас и нету. Но, может, я говорю, одно-два колеса есть. Вот, тем не менее, город изначально уже давно прям полностью готов. Бордюров практически нет, блин, это прям очень круто. Слазить колеса, но вот если ты выезжаешь, ну, тебе надо проехать, я не знаю, там, до магазина обратно, там, куда-то еще, там, до пляжа и так далее, но, может быть, один-два раза придется спешиться, да, если, ну, не умеешь прыгать. Если умеешь прыгать, там, понятно, вообще не надо. Если ты не запрыгиваешь, ну, я, например, на этом V8, я его не могу вхватить, не могу его подбросить ногами, ну, никак. Соответственно, я на него не подпрыгиваю. Один-два-три раза спешишься за это время вообще не проблема. То есть езды везде есть. Единственное, что, фактически нигде нет ровных тротуаров. Ну, просто надо принять как данность. Ну, нету. Вот. Ничего в этом страшного нету. Вот эта езда по плитке, она мотивирует к тому, чтобы, ну, такой жить в стиле какуна-мота от размеренной жизни, никуда не гнать, не торопиться. Они, на самом деле, если посмотреть, то даже все водители, все скутеристы, я не видел каких-то там гонщиков и так далее. Все ездят спокойно. И несмотря на достаточно пофигистичное отношение к правилам дорожного движения, я бы не сказал, что я здесь видел много аварий. Ну, вот сейчас я приехал, я здесь три дня или четыре дня, понятно. Но я уже не первый раз здесь не пера с Валани, уж далеко не пера с Турцией. И я бы не сказал, что это сильно аварийная страна, ну, типа того, что на улицах я это вижу. Да, наверное, есть, да, случается. Вот, наверное, чаще даже, чем в России или еще где-то. Но тем не менее, за счет того, что когда они съезжают в трассы, они все ездят довольно медленно, здесь меры безопасны. не смотря на весь хаос движения. Вот. На этом вроде бы все. Я готов, наверное, надеюсь, уже принять вот сейчас заказ. Ох, меня ждет, я надеюсь, прекрасный вкусный обед. Что осталось сказать? Наверное, хочу попросить вас оценить, как такой формат. Я не думаю, что я буду еще в таком формате снимать. Хотя, кто знает, вот сейчас меня занесет в какую-то новую страну или в новый город или еще куда-то. И мне захочется поделиться тем, как дела обстоят с дорогами, да, готовностью к электротранспорту там. Блин, ну я ж не удержусь, все равно расскажу. Ладно. Анатолич, чертово колесо. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова